Всем привет! По заказу Дины. Дина, привет! У меня будет видео о себе, о хобби, ну и прочих вопросах, которые она задавала. Вопросы у меня скриншотом на мониторе стоят сзади фотика, чтобы я их видела. И иногда, наверное, я буду в них пыриться, либо менять очки. Кстати, у меня эти очки на минус 5,5, зрение у меня минус 13,5. Ну, в принципе, я людей-то вижу. Еще у меня плохая память на лица. Я не знаю, говорила ли я это в инфо, где тэк о себе. А это у меня вторые очки. Они не фотохромные, в отличие от этих хамелеонов. Они на минус 7,5. Вот я что-то один глаз щурю. Вот, сфокусировалась. Теперь я в них могу читать. Но все-таки лучше в одном глазу. Но я их пока сниму, потому что у меня глаза малость устали. И вообще, я в них могу находиться не более 30 минут. Вот. И я их сделала себе для того, чтобы стричь ногти на ногах. Вот такой маленький казус. Раньше я ходила в минус 7,5. Еще когда у меня были на минус 20 зрения после автокатастрофы. А потом у меня уже, когда зрение улучшилось до минус 13,5, то и очки мне просто врать запретил такие сильные. И они у меня были одно время для чтения, для работы. Потом уже убавились. И я уже просто сама года 4 назад сделала себе их. У меня были стекла эти, по-моему, прозрачные. А оправу я заказала. Ну и, соответственно, просто пришла, сказала там в оптике. У нас знакомая бабушка моя работает. Вот. И я говорю, вот, у меня надо очки, чтобы ногти состригать. Она такая прикольная. Она мне все, короче, сделала. Ну, в общем, перехожу к видео. Так. Тут творческий аспект жизни. Когда начала писать, что сподвигла или вдохновила. Начала писать. В общем, мама у меня была такая шикарная, прикольная мама. Даже такой момент. Не совсем литературный, но биографический. У меня была лучшая подруга Анька Смирнова. Сейчас она уже вышла замуж, поменяла фамилию. Родила детей. Мы с ней давно уже не общаемся. Но суть не в этом. И у нее был брат двоюродный, который играл на ударных в одной местной группе. Я не помню, как называлась. Не кросс-реквием или что-то в этом роде. У нас раньше около 10 всяких металл-рок групп было в угле. Такого типа. Моя сестра старшая, которая у меня на 3 года старше, юрист. Она тусила с этой компанией. Но меня Анька часто таскала на их концерты. Этой группы своего брата. И моя мама хотела, чтобы я была какая-то неформальная тусовка. То она мне сшила кожаную косушку, джинсы еще какие-то. Приколки. Какой такой был говорящий, типа неформальный. Она мне все уговаривала, чтобы я подстриглась под панка. То бишь сделала ракез. Какая мама может кого-то. Обычно ругаются. Она именно так хотела. И мама у меня была библиотекарей. Работала в детской библиотеке. От филиала, как Суриковская центральная детская библиотека. Про нее в свое время снимали очень много видеосюжетов. Так же, как и по городу и по Ярославской области. Ну и вообще крутая была мама. Ну, мама у меня фанатела. Если сейчас современным языком выражаться. От Пушкина. У меня там две где-то еще до сих пор в комнате в соседней осталось. Книжных полки про Пушкина и его окружение. Ну и, соответственно, читать я начала в три года. Также в три с половиной года я попала в студию веселой нотки. Потом один год училась. Как-то с 90 по 91 я училась один год параллельно веселой нотки. И нулевой класс музыкалки. Потом я перешла музыкалку. Тоже с пинкомамы, в принципе. Играла я на пианино. Играю я на пианино. Сзади у меня, возможно, видно фоном. Там медиклава стоит на четыре октавы с хвостиком. А так у меня фортепиано, фантазия 2 с тремя педалями. Третья педаль должна была обозначать клавесин. Но клавесин, конечно, из этого не вышел. Раньше мне очень нравился клавесин. Но у нас он был, так сказать, я не знаю, сколько сейчас вообще существует, где он есть. В Угличе был только в одном месте. Причем привозили специально в музыкальную школу. И мама меня таскала на концерты. Мамонт-концерты в музыкальную школу не только меня таскала, сколько я себя помню. И до того, как я себя помню, в общем, с самого рождения, музыка мне очень нравилась. В честь всех своих хобби я в свое время считала, что музыка – это основная часть меня. В общем, что я тут малость перескакиваю, все перескакиваю. Потом музыкалку я училась один год. У меня сестра тоже пошла младшая, двоюродная музыкалку. И она пошла сразу на специфическое отделение. Эстетическое, окажется. И уговорила тетка, родная сестра моей мамы, меня туда перевезти. И, в общем, я один год, кажется, четвертый класс училась два года подряд. Потом у меня там что-то было со здоровьем. Я на год перестала, на полгода перестала заниматься. Причем, по совету врачей, никогда не слушайте врачей. Если они вам говорят, ой, нельзя, нельзя, им работать надо, они с этого денежку получают. Поэтому они вам лапши на уши навешивают, и будет вам счастье, то бишь несчастье. Ну, и я полгода не занималась вообще музыкой. Я потом пошла в Дом творчества. И несколько лет уже там ходила, просто так уже до себя продолжала заниматься. Ну, и, соответственно, выступала вместе с этим Домом творчества. Там где-то в педучилище, помню, еще как-то. Ну, все эти концерты были. У меня где-то есть черно-белая фотка, где я мелкая в холе, в веселых нотках пою. У меня вот здесь вот был в детстве прыщик. Я его стабильно то лбом где-то шандарахалась, то сцарапывала по молодости лет, так сказать, по детству. Ну, и, соответственно, у меня даже папа или там родня прикалывался, что в алку звезда горит. Вот такая вот хрень. Потом, значит, ну, вообще там начала писать. Я подозреваю, что все-таки это литература. Писать я начала как? Мама, соответственно, в три года мне дала в свое время книжку. Она мне читала Евгения Онегина. Евгения Онегина прочитала задолго до школьной программы. Хотя школьная программа у нас была такая после седьмого класса. Я попала в гуманитарный класс. У нас был тест в конце седьмого класса. И у меня было 50% математика, 50% гуманитария. Ну, так как был классный руководитель в гуманитарном классе, очень классный математичка, кстати, Мария Борисовна. И меня уговорили, в общем, идти на историю. Там исторический, гуманитарный. И у нас литературу вела потомственная учительница. Она мою маму учила, мою сестру учила, у нее классная была. У этой тети, у моей старшей сестры она была тоже. Ну, это она меня учила. У нас даже был такой литературный кружок, НКШП назывался, то бишь Пушкин наоборот. Ну, я там всякие рефераты писала, в основном, наверное, распинка мамы. Она все чуть пыталась из меня какого-то творческого, литературного человека сделать. Даже заняла первое место по школе, кажется, области или района, уж точно не помню, но по школе точно. По работе Пушкина, как раз, по-моему, в 99-м, в 9-м классе. И там я уже начала учиться на индивидуальном обучении, как писала в одном из комментариев, как раз Дине. И вдруг люди, которые вот, типа, кто ты такая, мы такие крутые, начали вокруг меня скакать. А мама все так хотела, чтобы у меня куча друзей была. Ну, знаете, одно дело, когда у вас 3-4 человека, друзей, вот вы их знаете, нормально вы с ними общаетесь. А другое дело, когда к вам куча людей подходит и начинает якобы дружить, только потому, что вы там какое-то место заняли, типа, такая вот знаменитая стала, да. Ну, и мама у меня тоже получила там какую-то премию или что-то в этом роде. Тоже у нее какая-то работа по Пушкину была. И суть такая, что с 3-х лет я начала читать. С 3-х лет я начала изучать английский. Мама мне покупала маленькие такие книжки, где в стихах была строчка на английском, строчка на русском. Ну, и, в общем, она меня готовила. Мы думали, что у меня в школе с 5-го класса был английский. Оказалось, французский. В результате английский я изучала для себя французский у меня был в школе. Французский у меня преподавал педагог, который несколько лет проработал на Мадагаскаре и преподавал французский и русский параллельно. Очень хороший был Петр Петрович Савин, но он уже давно, ну, в 2007 или 2005 умер. В основном из-за того, что, как говорится, пил излишне. Ну, очень хороший мужик был. Так, это я опять перешла. Ну, там кто-то у меня тоже из комментов в одноклассниках писал, что информацию о себе надо, видео заснять, другое. Ну, вот, вроде как удовлетворяю одним видео, два запроса. В общем, возвращаюсь я опять к Пушкину. Не то, чтобы он не нравится, не нравится, но вроде как при Виле в своё время, видимо, нравился. Хочешь, не хочешь, читаешь. И мама однажды стояла у меня с книжкой, ушла куда-то и сказала, вот столько-то прочитай. Возвращается, спрашивает, ну, чё, как, о чём там, а я не читала. Ну, я так на неё смотрю, что я не читала, ну, как, а так. Мне хотелось, чтобы она сама мне почитала, её послушать. Ну, она мне долго читала. В общем, и в результате я потом стала читать этого Онегина. В семь лет я прочитала Ромео и Джульетта Шекспира. Вообще, много читала я. Мой любимый писатель на тот момент был Любовь Паранкова, сын Зевса и в глуби веков. Это в каком-то классе случилось, что я путала Александра Невского и Македонского. Учительница жаловалась маме, а мама офигевала. Ну, и начала мне говорить, вот смотри, такой прикольный Македонский. И в результате я запала на Македонского, в плане как этот исторический деятель. В общем, у меня был Кира Хименид любимый. Это, кажется, не вспомню сейчас название, но тоже Любовь Паранкова писала про него в книге. Ну, я собирала потом всю информацию про Македонского, Кира Хименида, и к тому же Македонский стал... Ну, надеюсь, понятно, что Александр Македонский, он же Александр Третий, сын Филиппа Второго Македонского. Ну, и он, Александр считал своим учителем Кира Хименида, который был, в принципе, Кир Второй. У меня где-то даже написано, изучала всю эту историю Персии, Македонии, древо, значит, этих Хименидов и древо македонцев. Там вплоть до последнего, четвертого или пятого, наверное, тоже Александра Македонского, который, ну, уже и по нотке не годится македонцу. Вот, и всей этой вот деятельности. Ну, в общем, кто-то у меня еще был в свое время, тащилась от Бадлира, его Цветы зла, его Пятистиши, и вот, в принципе, тоже вот это и одно, и несколько еще стихов. У меня эти Пятистиши как раз Пятистрочия есть. Вот, ну, вроде как, в свое время своего рода отклик. Потом, мне очень нравятся песни Мальдорора Исидора Дюкасса. Сейчас не вспомню его псевдоним или натуральное имя. А, да, Латриамон, да, песни Мальдорора Латриамон, а, и настоящее имя Исидор Дюкасс. 24 года жил, потом принял, ой, ладно, извиняюсь, потом умер. А то мне уже тут поправляли по поводу моих выражений некоторых. И в комментах, и те самые «доброжелатели», в кавычках, про которых мне запретили писать, записывать видео, передавать приветы и говорить про них. Ну, в общем, как начала я писать, и мама очень все хотела, чтобы я там что-то писала. Однажды она заметила, что какую-то хрень записываю, она стала мне рекламировать. Ой, Лёля, пиши дневник, ну, так классно, клево, там, модно, т.д. и т.п. Да, кстати, там всякие православные верующие. В 91-м году меня мама покрестила, и сама окрестилась, ну, я не знаю, что я там верующая, просто был такой момент, что Советский Союз рухнул, и все побежали креститься официально. Ну, и мама сказала, Лёля, там, модно, пошли покрестимся. Насколько я помню, она меня повела, в общем, в Прилудскую церковь, там моя тетя стала моей крестной. Ну, там не суть, это про родню, я точно уже не помню, кто кому кем является по тем временам. У меня где-то даже вроде эта синенькая бумажка лежит, что да, вот меня окрестили имя, у меня, по-моему, тоже сама осталась Ольга. Да, и мама сказала там, вот, ну, вот, священник говорит что-то, а ты с ним соглашайся. Ну, он что-то такое, что мне говорит, что вот ты там плохо себя ведешь, там еще что-то, я сижу так офигеваю, насколько я помню, что как это я плохо себя веду, вообще-то нормально, и что почему-то нельзя было говорить, что я музыкой занимаюсь. Вот то-то-то-то, и как я поняла, насколько я помню, что священник от меня был в шоке, ну, что, типа, заберите этого ребенка и не приводите его сюда больше, то я падаю в бомборок в церквях, в музеях и вот подобного типа в полуподвальных помещениях. Ну, по-моему, я такое говорила во много информации о себе в теге, где клаустрофобию. Так, опять я отошла от темы, и как мне говорили, что я вечно сумбурно, ну, сумбурно у меня вечно где-то сумбурно так получается, я перескакиваю, сколько себя помню. Хотя у меня есть несколько подруг лучших, и даже из прошлой жизни, ну, с прошлого смысла, тоже с Анькой с той же, начинаем говорить друг другом, и перескакиваем туда-сюда. Ну, и, в общем, я в 13 начала писать, дневник вести. У меня где-то несколько дневников лежит, так как я люблю и любила историческую литературу, художественную, историческую, там учебники какие-нибудь по истории, вот такие трактаты, то-сё, пятое-десятое, в основном античность, средневековье, причём одно было время, что я вообще историю России как-то не воспринимала до какого-то определённого момента. Мне очень нравится культура мусульман арабская, и вот когда там была действительно культура, и всё вот такое, где-то там в арабском мире всё возвышалось и возвышалось, медицина цвела и пахла, а в средневековье люди мыли только пальчики рук и брили брови себе, и лоб так вот выбривали, и всё тело себе выбривали, соответственно, в смысле от волос. Ну, и у меня один дневник, я помню, назывался «Монастырь Святой Женевы». У меня сестра старшая однажды увидела, сказала, «Люля, почему так называется?» Я говорю, «Понятие». Ну, там по какой-то книжке-то было, мама меня заставляла в своё время вести там эту тетрадочку записывать авторов и фамилию к названию книжки, потому что я авторов совершенно не запоминаю, так же, как название до сих пор распространяется и на фильмы, и на аниме, которые я смотрю. Так, ну и, в общем, первый свой стишок я написала в 13 лет. «Август дожди, хорошего нежди», до сих пор помню. У меня тогда в 97-м году сделали операцию по остановке зрения, познакомилась с одной девочкой, Ирой Матвеевым, и долго с ней общались, но потом разошлись в интересах. Ну, и у меня сестра, мне нельзя было 3 месяца не телек смотреть, ничего не читать, и читать-то хочется. У меня кровавые белки были, у Ирки всё нормально было, а у меня кровавые белки всё лето были. Ну, и я, когда ездила в деревню, у меня некоторые люди косились так офигевше. Я всем вопила, что я вампир. Красные белки, кровавые. В общем, зрение у меня тогда было минус 6,5 после этой операции. Ну, и сестра моя меня террорила, она писала стихи младшая. Она, не знаю, сейчас, может, уже не помнит. У неё вот такие приличные для ребёнка стихи были. Что-то там про мышку Лушу. Точнее, была у нас мышка звалась, она Луша, в смысле игрушка. А я только вот единственный стишок написала, и она всё вопила, что вот, значит, ты-ты-ты-ты, я такая крутая, ты нифига не можешь. У нас с ней вечно самоперечность какой-то было, даже в основном по болячкам. Она тоже часто болела, как и я в детстве. Я сейчас смотрю по племянникам, по-моему, сидите в детстве, очень часто болеют. Ну, и, в общем, начала писать вообще так конкретно. В 15 лет. В 99-м году весной, где-то, по-моему, на 9 мая, первая вот вещь, которая конкретно так большая написала, это Инферносферрат, и я могу дать ссылку под видео. Если хотите, почитайте. С ней я ездила в 97-м году, ой, пардон, в 97-м году, я ездила на, выиграла, точнее, и поехала на семинар Ярославского филиала этого Союза писателей России, или Союз российских писателей, их путаю до сих пор. Ну, и, в общем, ездила я на два дня в какой-то там лагерь, где мы тусили, и вот эти два дня семинара было. Ездила я, кажется, всё-таки, наверное, с прозой, именно с Инферносферрат, ну, и где-то есть в интернете до сих пор висит статья в Золотом кольце, где там вообще, как потом, я узнала только через 5 лет, что те, кто организовывал, они не смогли тогда быть, и были уже рецензии готовы. А те, кто не организовывал, но хотели повыпендриваться, то как раз туда-то поехали. Организовал это всё Владимир Персов, который, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени был председателем филиала Ярославского очередного там Союза писателей или писателей России, как-то так, я их всё время всё-таки путаю, этот СПР, он раньше у нас тусил в литой имени... Блин, говорю, в гостиной, которая потом стала литой имени Сурикова за глаза, литой имени Будникова. И вот я как раз сегодня, у меня всё-таки созрела идея, уже вчера, потому что сегодня, по-моему, уже прошло, судя по 00.39 на моём компьютере. И 6 марта, Юлька, если ты вдруг меня смотришь, с днём рождения тебя. И, в общем, хочу как раз вот сделать этот такой... Архив у меня накопился, конкретный аудио, видео и фото, в основном, ну, чтение там всяких, работ людей, которые когда-то у нас были в этом литом, но благодаря товарищу Будникову ещё некоторым людям свалили благополучно. А у некоторых стихи, в принципе, были, ну, такие неплохие, у некоторых пишем километрами, как говорит Коврайский, говорил, но некоторые так, ни то, ни сё. И вот суть такая, что был там такой Перцев, я там с кучей народу перезнакомилась, с кем-то очень долго общалась, с девчонками, но потом благополучно, как бы, так культурно выразиться. Ну, короче, не то, чтобы разошлись интересами, выяснилось, что, допустим, я думала, что это мои друзья, потому что они у меня часто тусили, ночевали, приезжали, я даже организовывала одно время вечер встречи разных поэтов, именно у себя дома такой полуквартирник, про него даже у меня в газете когда-то писала Аня Толкачёва. Ну и, я не знаю, может у меня сохранилась эта вырезка или нет. Вообще, я хочу потом зацканировать все вырезки, где меня когда-либо печатали, начиная с газеты «Юность областной», и потом сделать вот там видео, на какой-нибудь свой текст положить, как я делала с фотографиями. Ну и, в общем, начала писать. Увидела, вот у меня мама, ну, в общем, пиши-пиши. Тема у меня была такая мрачная, меня все это вдохновляло всякая мрачная. В детстве я коллекционировала иконки и чертей. После аварии у меня родня выкинула кучу чертей, у меня там осталось два силы, может, даже один такой черт. Точно есть. Ну и меня отец привозил с севера, у него там какая-то родня была еще откуда, всяких разных чертей. В общем, меня, что у меня там... Ну, стихи я начала писать вот самые ранние, это там вообще какой-то бред себе кобылы. Вообще, я даже не знаю, есть ли они у меня еще живы или нет. Ну, на стихах Ру у меня вообще весь там этот хлам лежит. Я его даже называю таким складом, я туда все подряд скидывала. Я давно уже что-то ничего не пишу, но года два-то точно. Может, так какие-нибудь маленькие подписки, но я их даже стихами не считаю, так что-то иногда выплевывается. В общем, первое, что у меня было, это Инферносферак. Потом я его доделала через 10 лет. Даже не через 10 лет. 10, конечно, чуть меньше, но, в общем, несколько лет она у меня полежала. Потом у меня ее почитала Аня Толкачева, кажется. Она же у меня редактировала, не то что редактировала, критику просто давала для Энни. Ведьма Энни, она тоже там где-то гуглится, где-то она есть, ссылку, если что могу дать. Кажется, она на архивах есть, вполне себе в картинках. Кстати, благодаря Ведьме Энни я познакомилась с Глебом, потому что в своей повести упоминала ее группу, ну и так вот получилось, что мы стали общаться. Он мне обещал ее зачитать под Вейтом, но так пока я что-то не дождалась с конца 2008 года. Мы где-то в ноябре с ним познакомились. Ну и, в общем, как получилось, что я, значит, послала эту повесть на конкурс. Прошла этот конкурс и попала на семинар. Ну и вот такие дела. Там должен был сборник выйти, но сборник нас, по-моему, или его вообще не было, или нас не включили, или включили только своих каких-то людей. Тогда я поняла, что, в очередной раз поняла, что если вы не умеете лизать нижнее полушарие мозга, то вам, соответственно, никуда дороги нет. Потому что там у нас было несколько человек, которые вообще со стороны были на этом семинаре. Потом до этого я участвовала, как заочник в литературном семинаре, ну, со стихами в 2005 году. И потом я уже не помню, принимала я участие или нет. Но, судя по тому, сейчас скажу на радость моим этим злопыхателям. Видимо, наши эти СПР-овцы, считают, что у меня деградация. В общем, получилось как, что я с 15 лет так вот, ну, 13 там начала, первый стих написала, в основном. Потом у меня был между 13 и 15 я писала всякие такие рассказики. Я их еще не печатала, но у меня они где-то лежат. Тут просто спинка мамы, исключительно про местных деревенских этих товарищей наших. У меня там деревня Масиевская, это под Прилуком, Меглический район. Кстати, моя семья занимается пчеловодством. У нас пчелы в семье. Это по маминой линии, по бабушке. Ее папа начал заниматься, когда бабушке было 2 года, 1929 года. У нас в семье пчелы. Сейчас, конечно, это уже, ну, очень маленькая пасека, это около 5 ульев примерно. В прошлом году я ходила пару раз с тетушкой, причем мне так понравилось. Ну, знаете, когда одеваете не эти очки, очки, в которых все видно, то напрягаться как-то даже не стоит, потому что действительно видно через эту сеточку в этих очках. Просто напрягаться зрение, не знаю, что ли смотреть, то ли думать, то ли держать этот дымарь, и куда, и зачем. Кусали, правда, меня пчелы 2 раза в прошлом году, причем не когда я ходила к ним. Ну, а когда уже отдельно так сами по себе решили, ну, фиг ли, ты к нам ходила, надо тебя укусить, а потом померить. Потому что, если вам известно, то пчелы, они обычно кусают, сразу там жало у них выскакивает вместе с кишечником и прочим, и они, соответственно, помирают. Это осаму, что несколько раз, так же, как шмель укусить, и пока ты ее не раздаешь, мне ничего не будет. В общем, ну, и писала я. В общем, что у нас там начала писать, будем говорить, 15 лет, потому что 15 лет я начала, впервые написала что-то музыкальное, я сидела, подбирала в деревне на столе Битлз, по-моему, и yesterday, но у меня получилось совершенно что-то левое, когда я потом проиграла это на пианино. Вообще, не удивляйтесь, когда человек ходит в музыкалку и играет на пианино, то ему для того, чтобы разработать пальчики, подушечки, держать руку, там у меня был такой шар, мячик, который я специально мяла, чтобы у меня рука держалась, потому что у меня, на самом деле, очень маленькая рука для этого, для пианино, у Димы, примерно как моя, чуть-чуть побольше, ну, исключительно, что он все-таки мужчина, у него рука чуть больше, соответственно, моей, но у него тоже у меня еле, когда я начала учить, извиняюсь, чуть-чуть каждый, на пианино играть, у меня еле хватало на октаву, до сих пор еле-еле на октаву хватает, но растяжка все-таки есть. В общем, играю я на пианино с трех с половиной лет, написала я что-то первое в 99-м году, в 15 лет, и у меня потом был такой период, что с 99-го, наверное, по 2003, у меня очень-очень много есть музыки, какая-то доделанная, какая-то, большая часть, в 2-3, наверное, в черновиках лежит, однажды я все-таки до нее доберусь и доделаю. С 2002 года я стала заниматься с Натальей Николаевной Правдиной по гармонии, в общем, по композиторству, и с 2002 года я также попала в литературное объединение, то бишь, литературную гостиную, которую вела у нас Ольга Городецкая, она же и основала у нас литературное течение в Угличе. У меня про это есть часть, кусок из диплома, ссылка на него, в принципе, тоже могу дать. Вообще, она есть в архиве, именно этот и сам диплом, и архива Хорг, и кусок этого диплома у меня есть просто по литературным сайтам, по некоторым причинам. Ну и потом это Лито переместилось сначала было в ДК, потом у Дарья Чужой музея, потом у Вишняковой в маленьком домике, и у нее тогда была ласка, что-то такое, типа там, не знаю, общество какое-то, или магазин, или еще что-то, я уж точно не помню. Маленький такой домик, я помню, тогда зашел к нам Серега Смирнов, как раз вот двоюродный брат Анги, и того, родной брат того парня, который играл на ударных, увидел нас всех, ну и тогда решили, что мы секта. Это был 2003 год, конец, в 2004 я попала к байкерам на полгода, в мото-клуб, был у меня такой. Я тогда попала, они там все матерятся, я нифига ничего не знаю, никакого мата, ну в общем, получилось, что параллельно еще училась в Кульке, на библиотечном отделении, как раз с Аленкой общались, и я приезжаю, вся такая матерюсь, матерюсь, ты как можешь, ты материшься, в общем, получилось так, что я изучила этот мат досконально, и, соответственно, у меня даже мальчики, который, был там один мальчик, он заседался исключительно матом, при этом он рисовал, в принципе, неплохо. Химик у него, по-моему, погоняла была, кличка в смысле, ну и, в общем, моего года рождения, причем, по-моему, даже в параллели со мной учился, а я даже не знала об этом, что он учился со мной в одной школе, да еще и в параллели, и он, в общем, очень сильно матерился, когда я, значит, то, что пришла такая, вся такая, матерюсь, 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 на меня так, я просто шарами, Лёля, ты материшься? Ну, это так, маленький просто эпизод жизни, период, я тогда там что-то тоже писала, они там, они что-то мне читали даже, правда, это все рукописное было, кажется, тема называлась «Мэр волосатый другие», то бишь, точнее, был у меня такой чувак, Валево Мар, приятель, и это то ли Даун волосатый другие, то ли Лох волосатый другие, но он это читал, там что-то про каменты какие-то сделал, я это обыграла, у меня была тема, что я обыгрывала какие-то такие сюжеты из жизни людей по просьбе трудящихся, вся эта тема называлась «Сказки у костра», угадайте кто, или «Сказки у костра», в общем, был такой у нас форум в Угличе, Угличе, руфорум, или что-то такое, и моя подруга на тот момент, в 2006 году, значит, я пишу какие-то такие фигни, ей это очень нравится, она говорит, давай, сделаем тему, придумала мне ник, я совершенно какой-то другой хотела, эльфтам, или еще что-то, она мне сделала «Виртуал киллер», я только через несколько месяцев узнала, что «Виртуал киллер», и туда вот стали, и тему она назвала, именно как-то мы-то по-моему вместе решили, это угадать, угадайте кто, или «Сказки у костра», и вот так тема была такая, и у меня эти «Сказки у костра» лежат тоже на архивах «Хорг», там, конечно, до хрена опечаток, наверное, и прочего, но вот весь такой файл, когда-нибудь я его доделаю, переделаю, и там, в принципе, есть и это, и «Инферносферат», и «Эни», и стихи какие-то, еще прочая фигня. Так, я начала писать, что сподвигло, или что вдохновило, что сподвигло. На «Инферносферат» меня сподвигло вообще как? У меня, ну, первый там кусочек, мы там с Иркой еще какой-то фигней страдали, и после моей аварии она ко мне пару раз летом приезжала, мы тоже что-то вместе писали, даже где-то у меня на стихархуру, или прозе висит, на территориальных сайтах, там висит просто подписан, допустим, а теперь рука перо перешло там к Рима Твеевой, как-то так. Ну и, соответственно, немножко разные, какие-то вещи мы с ним вдвоем писали, в общем, так я узнала, что можно писать, ну, когда мама узнала, что там что-то пишу, значит, ты пишешь, а я до какого-то определенного возраста считала, что стихи писать это, ой, ужас писательства, ну, в общем, быть писателем и поэтом это писец-писец-писец-писец. Для меня это был какой-то страх божий, страх дьявольский, или еще какой-нибудь, в общем, я считала, что это плохо, она мне объясняет, да что, это же классно, так тыры-пыры-пыры, надо, типа, заниматься творчеством, то все, пятая-десятая, учитывая, что у меня был тогда творческий маразм, я плела из бисера цветы, первый, кто по области вообще начала плести цветы, у меня даже заняла тогда второе место, по России был такой конкурс по бисеру плетению, Питером проводился питерское издательство Корона, Корона Принт, кажется, у меня две книжечки есть, там в одной книжечке, значит, моя фенька, а потом вторая книжечка, это уже просто, ну, как конкурсная работа, там две было книжечки с конкурсными работами, и в одной моя фенька, и еще мне потом книжечки какие-то присылались, ну, и, соответственно, мама, что типа, вот надо чем-то таким заниматься, мама тоже, она как библиотекарь, она какие-то, может, сочиняла какие-то стихи, Катюня у меня тоже переделывает, она тоже, ну, творческий такой человек, мама еще очень хорошо рисовала, хотя нигде не училась, и у нее был, в общем, превосходный слух, у нее голос был хороший, и слух тоже, в общем, музыкалке я училась, в художку, когда она меня стала отдавать, и сказали, вы что, ребенка мучаете, хватит одной музыкалки, и в художке я уже училась, где-то с класса, может быть, с 10 или 11, она уже после аварии пошла туда, просто чисто поставить руку, чтобы там были и тени как-то, ну, совсем по мелочи, в общем, я пришла туда уже подготовлена, у меня были какие-то работы, правда, с портретами у меня был полный песец, поэтому я где-то, я там была, в пятый класс у нас такой был, для тех, кому за, но еще не поздно, и я за год, я хотела поступать на дизайн, ну, у нас был там начальный класс и дизайн, после школы, но я проучилась полгода, поняла, что дизайна нет, только заманиловка, у нас только пара уроков была, и просто там часто болело, мне предложили или взять академку, или уйти, но я взяла академку, ушла, и меня уговорили поступить на библиотечное, пообещав работу, ну, и в общем получилось вот так, ну, и я потом просто параллельно продолжала ходить в художку, 4,5 года я проучилась, там, и из них 3,5 года я рисовала гипсовые головы, в результате у меня вот этот портретизм, плюс я опять перескочила с литературы, да, извиняюсь, в общем, возвращаясь я пока на литературу, в чем-то что сподвигло, что вдохновило, в общем, основная часть инферносферата, сама вот эта зацепка, это было, ну, тоже инферносферат, это мое слово, там скрестила уже, езжа и метр колючей проволоки, и, и, нет, это было в свое время, в своего рода пародия на маленькое привидение, была такая книжка, поиск, я не помню автора, как обычно, но называлась она маленькое привидение, или маленькая ведьма, что такое маленькое привидение, кажется, было, в общем, у меня там в Вене есть такое маленькое привидение, инферносферат, это основа, это мой сон, когда я ехала с мамой вот в этой машине, что мы перевернулись, и мне вот, ну, я, собственно, вырубилась, мама там крикнула, но перед этим у меня был такой глюк, что вот мне является ябл, говорит, что вот, знаешь, это я тебя спасу, там типа ничего с тобой не случится, перед этим до аварии мне в мае снится сон, что вот, значит, я такой там чувак, тыр-пыр-раст-ты-пыр, я твой брат, там то ли Мефистофель, то ли Дьявол, честно сказать, я не помню, это надо перечитывать, ну, в общем, это вот инферносферат родилась как раз вот из-за этого сна, потом я ее дописывала уже после аварии, там чуть-чуть доделывала, еще что-то, еще что-то, еще что-то, я очень много изучила всех этих мрачных темных богов, Ралу, которые у меня написаны на стихи.ру, на страничке, типа я дочь Ралу, это, кажется, что-то там от шумер какой-то бог, какой-то мрачный, то ли шумерский, то ли еще что-то, ну, в общем, где-то между речью, и все, что люди воспринимают как темное, зло, я воспринимаю именно как светлое, у меня как-то так вот, перекличка с этим, вот если считается, что зло это зло, а у меня считается, что темно, допустим, солярный миф, солярная мифология тех же шумеров, считается, что вот солнце, это вроде как хорошо, да, но солнце для них это было зло, потому что солнце очень сильно пекло, и можно было откинуть коньки, и вот с одной стороны это хорошее, с другой стороны плохое, у меня на той же страничке на стихахру написано, что типа все в мире двойственно, вот именно вот эта двойственность у меня и отражается, потому что то, что люди считают злом, я считаю мудростью, то, что люди считают добром, я считаю не совсем добром, потому что в принципе есть человек добрый, но он настолько лицемерный, что это просто добро показательное. Или такой случай из жизни, точнее, у меня был такой мальчик, звали его Саша, он был католик по велосипеданию, я его так и назвала католик. Он мне рассказывал как раз на эту тему добра зла. Я, говорит, иду, вижу, лежит голубь полудохлый, раненый, и идет мимо человек, допустим, чеченской национальности. И он, ну, там еще какая-то девица, девица. Ой, бедный голубок, бла-бла-бла, значит, как же так? Я ей говорю, ну, возьмите его домой. Что-то у нас там за окном загудело. А она, как я его возьму домой, это же голубь. Ну, и я, говорит, беру ему и голову так отворачиваю. И на что этот чеченец смотрит на меня, да ты ужасный человек. В общем, с одной стороны это кажется ужасным, с другой стороны птичка, которая там умирает и мучается, ее убивают, и она просто не мучается. Вот это вот, в принципе, именно добро. А то, что человек говорит, ай, какая бедная несчастная птичка, она с собой взять не хочет, это именно зло. Я, конечно, объяснять нифига не умею, но если вы что-нибудь поняли, то, в принципе, за вас рада. В общем, если почитаете Инферносферат, и у вас там не встанут уши дыбом, или волос, или еще кто-то, то, возможно, до вас дойдет, о чем я говорю. В общем, меня вдохновляла, вдохновляет всякая мрачная мистика. Потом история. И я, в принципе, очень хорошо изучила всю эту историческую подоплеку, и она, в принципе, отображена в Инферносферат. Люцифер у меня пишется там с двумя ц. Это я объединила македонца. Была такая небольшая легенда где-то там на рубеже, как раз когда он умер, что горцы верили, что он придет. Там даже какие-то глюки они ловили, что-то у него. И издалека у него на шлеме, короче, были такие два перышка. Да, я его тоже рисовала там какие-то маленькие свои рисунки в детстве. Ну и, в общем, эти перки воспринимались именно как рога. У него была куча всяких прозвищ. Искандер, соответственно, его звали именно горцы. Кажется, эти массагеты, которых он, если я не путаю, по-моему, Кир их не завоевал. Ну и, да, массагеты, кажется, отрезали Кулау Киру, Кир Второму. И я, соответственно, все время хотела на могилу Киру приехать, но я не знаю, существует ли она вообще. Это сейчас там где-то в этой Персии, Иране, Ираке. Ну и вся эта подоплека. Плюс еще, может смеяться, может и нет. Параллель у меня была с Майклом Джексоном, потому что, допустим, что того отравили, что этого отравили. Ну и там, как дядушь, не помню, что какие-то вот эти все переплетения, они как-то вот есть. Соответственно, что там у нас, что-то подвигло, что вдохновило. Вот это вот вся мистическая фигня. Сподвиг у меня сон, вдохновила мистическая фигня. Потом пошла Энни, потом у меня была Фрида. Это уже исключительно от моей кульковской тусовки. Там у нас ЛГБТ было. Даже некоторые учителя, там был учитель по танцам, насколько мне помнится, я все время думала, что это мужчина. Однажды узнала, что это женщина. Так, кого и завтра сама любишь почитать? Кого люблю почитать? Блин, я так давно ничего путного не читала, не считаю этой манги. Ну, у меня вообще Роберт Сальвадоре, «Темный эльф», если я его сейчас где-нибудь обнаружу. Да, вот у меня он есть. Это я еще когда в кульке училась, я общалась с толхиенистами недолго, очень недолго. Ну, и я когда купила вот первую, вторую книгу этой серии, принесла им, они, значит, а мы не знаем, что это. Я говорю, надо же, как это вы не знаете, тут же то же самое эльфы. Ну, и, в общем, у меня пошла вот эта серия. У меня ее прочитала мамина подруга Лена Савичева, прочитала моя подружка Ксюшка. Ну, а я еще до конца не осилила, я вообще эту книгу могу. В прошлом году я почти не читала, но у меня идет как-то летом, «Лежа в гамаке». Я могу прочитать 2-3 книги из серии «За год», а могу 1-1,5 года листать. Вообще, я читаю несколько книг параллельно. Ну, в общем, из авторов Роберт Сальвадори, Исюдор Дюкас, Анжела Триамон. Батлер я его уже не читаю, но все время он мне нравился. И вот такие мне, в принципе, девиантное поведение у меня вконтакте в профиле стоит. Вот я люблю вот такое вот все. Допустим, Диоген, потом идет вот вся вот эта линия. Шопенгауэр из той же серии, Ницше из той же серии, тот же, как он там, который, если вы держите банан, то значит вам чего-то хочется. Фрейд из той же серии, он же из той же серии «Латри Амон», и из той же серии тот же самый Батлер, но еще несколько человек. Но это, если вы понимаете суть, о чем я говорю. В общем, меня такие вот, меня в детстве еще интересовали всякие там трансвеститы, транссексуалы, я про них читала много, не знаю, почему мне вот такая вся хрень нравится. Ну и, может, оно где-то там отражалось. Несколько у меня стихов есть от мужского лица, на них есть музыка, где-то она есть просто в сети, как музыка сама по себе, но со словами именно я не положила. У меня была одна песня, «Волк Ворон», которую, когда я тусила с байкерами, моя подружка, младшая седра моей одноклассники, стебрила и выдавала долго за свою, потом я об этом узнала, офигела. Ну, песня обычная какая-то, она тогда панком увлекалась, играла под гитару, ну и, в общем, потом мы с ней пытались ее переделать, но так и до записи не дошло, хотя у меня одно время на нетбуке была мини-студия. Звукозапись, в смысле. Так, какие эпохи тебе близки? Ну, в Средневековье, западное скорее, до Русь, до христианства, пленяйте, ну, некоторые моменты Руси тоже, в принципе, интересны. В основном античность. Так, ну, еще в свое время очень любила читать там эти первые люди, которые там сначала были обезьяны, слезли дерево и пошли. Так, 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 может, когда-нибудь найду тетрадочку, где я записываю это название книг, так, отсканирую, и вы увидите это счастье. Так, на каких инструментах играю? Ну, вот на пианино. Хотела играть на скрипке, но однажды видела, как это выглядит, испугалась за скрипку и решила, что не буду мучить скрипку. Пыталась играть на гитаре, но поняла, что это не мое. Сестра моя училась на домре, я пыталась играть на домре с юппинга, но тоже поняла, что это не мое. Все-таки я левша, и это мне как-то, ну, не совсем понятно. А потом пианино, ну, в принципе, сочетает себе все инструменты и где-то вот в одном месте это та же самая бас-гитара по звуку, в другом месте там еще какой-нибудь колокольчик. Есть у меня такая тема универсал, я ездила в 2003-2004 году на конкурс композиторов, где узнала, что если вы не даете бутылку коньяка жюри и денежку определенную, то вам ничего не светит. Или же если у вас родитель не преподаватель музыкальной школы, то вам тоже ничего не светит. Ездила с Натальей Николаевной Правдиной, меня там, мягко говоря, опозорили на втором туре, в который прошли не все, и где мне должны были дать девятый человек, это я бумажку о том, что участвовала, то есть все, пятое-десятое. Но мне вежливо сказали, что у тебя вот такая классная музыка, в отличие от, не буду говорить имя девочки, в отличие от этой девочки, которая в открытую копипастила кусок из Моцарта и кусок, допустим, из Баха, соединяла это просто, один кусок с другим, и играла. И было видно, что это, в принципе, своровано. И там девочка была как-то вообще, в общем, одной девочке, первое место, другой, второе, меня просто продинамири. Потом это был Кожевников, кажется, товарищ, и мне потом уже моя преподция Наталья Николаевна, она уже спустя несколько лет говорила, ну ты приедь туда, скажи ему, типа, а как же вот вы меня продинамили, куда же вы мою бумажку дели? Ну, мои злопыхатели, конечно, этому будут рады. Ну, это не все знают, я тогда очень психовала, очень расстраивалась, потому что я два года положила на все вот это. Вот у меня было готовое произведение Only for you an angel. Это 53-я, у меня с названием всегда была туго, в общем, 53-я композиция, потом 56-я, это универсал, это на черных клавишах пентатоника, и еще какие-то пара вещей, возможно, я уж точно не помню, но, в общем, я над ними очень работала, у меня был такой момент, что я приносила, допустим, Правдиной показывала, она говорила, «Ой, здесь-здесь-здесь переделай». Я понимаю, что я уже это не... Ну, переделывала она, «Ой, здесь-здесь-здесь переделай». И мне однажды просто было лень переделать, я ей принесла через две недели то же самое. Она, «Ой, как хорошо!» Она вообще не переделывалась. Ну, и я, в принципе, ничего особо не ждала, что там мне сказали, «О, давай записываться, там, боже, что-то поп свистует, мне этого не надо было». Ну, как-то вот такое отношение с Винской меня очень положило, и я несколько месяцев ходила, сам нам была такая, не особо соображала, не особо понимала. И тогда выходили вместе с той девочкой и её родителями, родители которой и забавшляли, и, в принципе, были музыкантами, один из них был музыкантом, в смысле преподавателем. И я управленно их спрашиваю, «Ну, что мне делать? Может, мне перестать музыкой заниматься?» Она, «Да, типа, перестань». Но она тоже возлагала какие-то надежды, видимо, на меня, но ей прямым текстом сказали, что она вроде как, «Я не учусь музыкалке, и девочка учится, но её тоже как-то там немножко гнобили. Её тоже можно было понять. Я немножко не ожидала подобного поворота, и действительно несколько месяцев вообще не подходила к пианино. Ну, благо, я его всё-таки не продала. Что с этим человеком стало, я не знаю. Вообще, по-моему, вот тогда узнала уже от своей другой подружки, про которую говорила в предыдущем видео про роллы. Ну, что она, он, оказывается, у них потом его разжаловали, что-то такое. Он был просто учителем уже музыки в какой-то школе, а потом уже куда-то делался. Хрен знает, что там с ним сейчас происходит. Ну, да не суть, это уже как бы такое пожелание, пусть он выспится. Все мои глопыхатели, выспитесь. Когда вы выспитесь, вы поймёте, какие вы плохие. Это суть того, что выспаться. Пожелание такое-то хорошее, доброе, выспаться, да. Понимаете, какие вы плохие, как много вы плохого делали, но и не будем про плохое, в общем, потому что заказ всё-таки не про это был. Ну, ладно, сейчас я перейду, что там у нас ещё инструменты играют. Какую музыку предпочитаешь? Музыку предпочитаю, ну, я меломан вообще. Для меня музыка даже капли дождя по стеклу или кап, там вода идёт из крана, кап-кап-кап-кап-кап, это всё музыка. Вот это тоже музыка своего рода. И вот когда там шипящее, звучащее, триггерство, это говорят, что вот мы под это спим, и я это воспринимаю как музыку, мне даже хочется на неё, допустим, на какой-то звук наложить ударный или ещё что-то, вот эта музыка. Ну, музыкой дышу, так сказать. И, соответственно, и классику люблю, и металл люблю, и рэп люблю, и Нойз, который Глебушка играет, вот, кстати, про Глебушку, в общем, в 2005 году меня, Энни у меня уже было сделано, да, у меня Аня читает, говорит, вот здесь неправильно, здесь неправильно, вот это надо изменить. Ну, и я, соответственно, благодаря ей поняла, что у меня действительно неправильно, потому что ты считаешь, понимаешь, что что-то не то, а ну что, не поймёшь. А люди со стороны говорят, ой, типа, плохо-плохо-плохо-плохо, это как вот некоторые в комментариях пишут, плохо-плохо-плохо, а конкретики никакой, ну, не знаешь, где конкретно это плохо. И я просто решила, там несколько, она говорит, вот эти несколько групп, там, замени, там, ну, раз в стиле Запада, я не в стиле Запада. Европа, это часть Ярославской области, точнее, это Ярославская область, кусок Ярославской области, где эти мёртвые деревни, которые покрыты таким вот своеобразным куполом. Аниме я тогда ещё не смотрела, если вдруг решите там параллель провести. Ну, и вот там живут люди, соответственно. И что-то я забыла, в общем, я там заменила пару музыкантов и вписала печизма. Просто такой вот, типа, понт, не знаю, ну, как-то это. Есть у меня такое. Сейчас объясню. Вообще, как вот, параллель понять, как это вообще можно. Ну, и, соответственно, он потом нагуглил это, вот написал мне ВКонтакте, так и офигела, думаю, кто такое. Я про него писала, читала в 2005 году в журнале Террорайзер интервью, и такой, прикольный мужик, лопает мухоморы, я даже какие-то тексты такие, полунаркоманские писала, ну, псевдонаркомания. И те, кто читали сказки на угличном, думали, что я, как минимум, курю, траву, колюсь и прочее. Ну, соответственно, ничего такого нет. Но стиль был именно вот такой. И Глебушка меня даже сравнил с Керуаком. Он потом это все, года через два потом все-все-все мое прочитал, сказал, о, типа, ты такая крутая, все такое. Тогда-то он мне сказал, что он с меня зафанател, а так офигела, он с меня кто-то фанатеет. Хотя для меня до сих пор немножко в шок, что меня кто-то смотрит на YouTube, да еще иногда до конца. Так, предпочитаешь. Что вызвало твой интерес к муловарению? Ну, с музыкой мы уже вроде поняли, что я все могу слушать, мне все нравится. Ну, во всех стилях есть что-то хорошее. В общем, так можно сказать. Вызвало твой интерес к муловарению? Лет семь назад я увидела в журнале Маруся рецепт муловарения. Очень захотела его сделать. Переписала, рецепт потеряла, руки не дошли. После, с внешним назад, моя однокласска вдруг решила со мной пообщаться. Ну, узнает, что у нее проблемы с компьютером, я ей, значит, помогаю. Я, да, там это кто что-то там интересовался, шабашу я аникейщиком. Аникейщик, в моем понимании, в понимании тех, кто мне это слово в свое время подкинул, это человек, которому, допустим, позвонила мне тетушка и говорит, ой, знаешь, я не знаю, вот тут как-то зарегистрироваться, тут надо, значит, пишет, что адрес не тот. Я ей объясняю в деталях на пальцах, что это такое, да, что там собачка, потом, допустим, Яндекс или Мейл, потом точка, потом РУ, да, и вот на какую кнопочку жать. В общем, могу поставить систему операционную. В скором времени будет два года, как у меня Линукс, и как я узнала, как это все делается. Раньше я очень парилась, у меня там какие-то, вечно, проблемы были. Или за большую денежку мне ставили криво, или за большую денежку мне еще и с вирусами это ставили. Потом мне один мальчик, Хекс Ладан, у него псевдоним в сети есть, сказал, что, ну, он думал, что я читать это ничего не буду. Он мне скинул несколько ссылок, что вот такие книжки. Я такие книжки купила, значит, начала читать, а потом думаю, ну, и про Линукс как-нибудь, когда-нибудь. Хотя мне в 11-м году еще приятель говорил, что поставь Линукс. Типа так, а он это должен поставить Линукс. Ну и я, соответственно, вдруг, с такого, с бухты барахта, мне там кто-то написал, что, типа, вот у тебя винда, винда должна быть на виртуалке, сделай по-другому. Ну и у меня буквально за несколько дней поставила сначала Ubuntu, потом Ubuntu, потом уже много чего. Ну и так поэкспериментировала, Бодхи пыталась, но он у меня не встал, как я поняла, потому что он мало кого вставал с мысляной системы. Сейчас у меня Линукс Минт Матэ на компьютере и Семата 8, кажется, или 7, точно не помню, на нетбуке. Ну, на планшете Android, соответственно, и на двух телефонах, которых одним я не пользуюсь, он лежит, мегафоновский, покупала из интернета года два назад. И этот второй смартфон, тоже, соответственно, Android, это алкотель. Так, ну и, в общем, подружка моя, значит, говорит, вот, у меня тут мыло, я одно время занимаюсь. Так, извиняюсь, у меня там, так сказать, пленка, время закончилось, и немножко оборвалось. В общем, остановилась и на мыле, и подружка дала мне два, где-то, килограмма мыльной основы, разной, белой, прозрачной, еще там было полкило масла кокосового. У меня, кстати, лежит кокос, уже скоро год и будет, я все его хочу раздолбать, надеюсь, на следующей неделе возьму себя за жабры и раздолбаю, и сделаю уже кокосовое масло. Ну и меня иногда так торко, и вдохновение, я могу начать в 11 ночи убираться, в 3 закончить. Вот тут получилось, что в 11 ночи решила сварить мыло, я думала, что это быстро, но меня так утянуло, что почти все 2 килограмма, почти за раз все уделало. Потом меня перед этим, перед Новым годом, точнее, под Новый год, за неделю, где-то до моего дня рождения, гостила под одногруппницей, Олесь Яр, Олеська, с которой мы учились вместе в Педе. Ну и она мне потом вот узнает, что я вот этим всем занимаюсь, и она мне вроде как советует, давай типа организуй группу, там, пиши все, всякие рецепты. Ну и у меня там написано как раз в инфу, это Лисьяра, она Олесь, я ее так называла, Лисьяр. И мыло, наверное, у меня все-таки вытекло увлечение, это из моих вот этих чаев, любительство собирать всякие эти травы, там, заваривать в чай, заваривать там, как ополаскиватель делать для волос, там, в ванночку для ног, для тела, ну, большую в смысле ванночку. Ну и всякие эти эксперименты, и я давно все хотела заняться мылом, какие-то крема пыталась делать, раньше просто в крем добавляла какие-то эфирные масла иногда, или в шампунь, а тут уже сама все что-то стала делать, и вот так у меня получилось занятие мылом. У меня еще где-то стоит в шкафу, который у меня справа, где у меня этот склад всяких геликов, в полулитровой банке зала, я думаю потом ее сварить уже, и вообще ее варят на воде, я думаю ее сварить на каком-нибудь отваре трав, и сделать уже это мыло там самопальное, без всякой основы. Вот у меня когда руки дойдут, когда, видимо, закончится основа, потому что основа, в принципе, там засталась, ну, может, грамм сто с чем-то. Покупать ее не хочу, и вроде...